анатолий здравствуйте приветствую алексей но вот пришло несколько месяцев нами ну месяц примерно да как у вас этот новый аппарат какие отношения каких сложилась у вас дружба не сложилось с ним на самом деле больше месяца я его приобрел в конце марта даже февраля но делаю не в этом поскольку это у меня не единственный гаджет поэтому руки не всегда до него доходят вот но тем не менее аппарат интересный а расскажите технические характеристики вкратце а нам чтобы как бы кто не видел нашего того сюжета чтоб как бы понимал о чем речь это вот за у нас настоящая ультрон же да да это сто восемнадцатый ультрон сто восемнадцатый до одна из немногих моделей самокатов который имеет на общем такую типа мотовилку и соответственно она нас прельстила в том числе и веломастера мне подсказали когда у меня была проблема выбора не сказали но мы больше доверяем мотовилки она надежнее в плане рулевой и так далее возможно проще и и если надо будет апгрейдить там допустим вот ну и я в общем то не жалею потому что тут много чего можно отрегулировать по высоте до куда и железа много то есть точек которые то есть в отличие от тех моделей у которых только одна рулевая труба там и быстрее люфтит и и в общем ему больше шансов или залюфтить или или отломить даже при каком-нибудь там нештатном случае наезда на какой-нибудь там поребрик или общем легкое дтп там и так далее но в общем не важно в общем выбрана вот такая модель поскольку я дядька не мелкий и довольно тяжел поэтому я естественно использую его только как ну как мини скутер вот стоя ни в коем случае не собираюсь и не планировал даже ездить потому что ну во-первых не некомфортно и миддель большой да и стоя очень высокий центр тяжести после я не представляю как дуалтронщики стоя летают на них там по 80 90 км в час и в общем это не моя тема был бы я может быть килограммов 70 может быть я бы и да и лет было бы мне там 25-30 вот а поскольку мне уже под полтинничек меня как говорится тише сидишь дальше будешь сиди вот было сразу приобретено уже уже как говорится любимое седло электро байкеров электро байкерское седло до как вы фирмы взяла бренда вела модель 80 80 вот эта модель уже у меня и на других аппаратах используется да но одно из самых широких и разумно стоит то есть она в сокольниках до сих пор 1300 рублей 1300 рублей ребята она на пружинках вот там стоят такие резиновые да но эстетично и нету вот этих торчащих как у некоторых есть тут пружины торчат по чоперному мне допустим это не нравится у это все эстетично компактно значит убран родной под сидел который был на с амортизатором я как на холодце сидел мне это вообще не да и он подо мной общем прогибал а и он не просто вверх-вниз а он еще в сторону немного так как-то гуляла и в общем мне это не устраивало вот соответственно обыкновенный алюминиевый штырь я и вот подпилил сейчас он максимально вот туда упирается наверное я еще подпилю сантиметры три-четыре что посадка была ниже можно выше то всегда тут его можно поднять если что ну да вот но это так мелочи брызговички сделаны там а вот значит на данный момент что могу сказать значит тут его стоковая конфигурация значит батарея 60 вольт 31 ампер часа там что-то из 31 и 2 что-то такое с хвостиком а вот китайский батарейка из китайских элементов и похоже что из хороших потому что в принципе у нее нормальная только отдача то есть я вот сейчас 23 километра с чертанов до сокольников в общем уехал там местами там 65 спокойно в потоке то есть в этом именно по ппч вот по садовому кольцу по варшавке то есть я привык как говорится по мотоциклетным вот значит что могу сказать значит два у него два контроллера по двадцать семь ампер по 27 ампер то бишь в итоге получается что в пике он там по идее 30 почему по 27 ска по 37 то есть в итоге если все это перемножить то в общем то мощность 44 киловатта получается в общем то соответственно вот в горочку он меня под 130 килограмм весом в общем то тянет и даже разгоняется вот но поскольку мы привыкли не стоять на месте то в любом случае заметны некие некоторые недостатки которые в общем терпеть уже нет сил соответственно значит есть один общий косяк таких подобных электросамокатов очень многих ультронов так всех то есть вот этот вот курочек он же значит тут и дисплей контроллер и так далее то есть но в общем очень резкий то есть в какой-то момент так дергается газ что типа может тебя и общем-то и сбросить было прокинуть седла да это ну почти не контролируемо уже и так и так палец зажимаешь там поджимаешь что-то там придумываешь как на как это как гитаристы там каподастер ставят на каком-то там на пятом ладу зажимают что-то там вот ну в общем вот такая фигня ну и естественно поскольку у нас москва город большой хочется батарейку еще более долго играть что можно было целый день ездить и не думать о том а доеду ли я обратно до дома или нет хорошо давайте поставим по другому вопросу то какие хотелки хочется и что для этого приобретено значит для этого приобретены значит в ячейке 18 650 литий-ионные samsung 35 не то есть это долго играющие ячейки по 3 500 миллиампер часов даст достаточно приличной только отдачи а вот для этого класса ячейки по разумной цене и с хорошим сопротивлением то есть уже это проверенные многими электробайками ячейки и как бы они сейчас в своей ценовой категории в топе ну и купленные микроядерные контроллеры василия то есть вот эти ребята внимание 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 штуки на замену этим они меньше размером и меньше и мощнее и там все будет запрограммировано это микроядерные контроллер его на и рекуперация нормально и вот этой дерготы не будет естественно вот там есть много плюшек чего вот в этих контроллерах нет не было и похоже не будет так ребят я вот расскажу значит тут будет но мы посмотрим насчет этого дисплеечка скорее всего него не будет точно здесь будет обычная ручка газа здесь будет естественно и дисплей который будет управлять двумя контрольными микроядерными да то есть осла это у него будет а то есть двойное выход на два мотора и там будет очень много плюшек его можно будет заряжать без всякого там трансформатора напрямую а то мощных зарядок да я тут подумал мы еще совместно поковыряемся надо максимально замерить еще раз перемерить деку скорее всего мы отойдем от 60 вольт и наверное сделаем или 72 а то может быть даже 80 там чем-то почему это не это не для скорости там чтоб сотку выжать там для ютуба а чтобы снимать меньшее токи с батареи меньшее токи с батареи снимать и чтобы кпд полочка чтобы была выше и вот как говорится полка кпд а вот это уже как говорится проверено многими опытным форумчанами что все-таки чем выше поэтому как сам разработчик говорит он до 96 вольт рассчитан значит этот эти контроллеры ну соответственно если у нас 72 или там 80 там 4 сколько-то там вольта получится это мы еще посмотрим по количеству ячеек на насколько это будет удобно вот но скорее всего от 60 вольт отойдем поскольку мы уже не привязаны конкретным контроллером когда который ограничен вот она остальной свет там все равно придется 10 штучку ставить ну кстати давайте подытожим немножко значит какие плюшки у нас получается у нас получается более емкой батарея раз а снимать вам будет вольтаж и повыше мы будем снимать токи немножко пониже то есть для самих элементов будет немножко получше у нас будет стоять микроядерные два контроллера контроллера которые уже в пике будут ой не соврать 10 киловатт наверно они наверно там по 3 чем то то есть это уже будет не 4 400 а там 7 7 если надо а то и больше да вот и которые выполняют ряд таких плюшек которые ни в одном вот этом китайском аппарате с у них тоже близко нету кпд выше они не мы приоткроем они векторные ребята векторны там не будет вот этого троллейбусного гудежа и какого не будет с вами можно чего хочешь будет заряжаться и самый главный вот анатолий все как-то было у него проблемно с курками то есть там можно будет эту функцию настроить плавность регулировки данные штуки плюс вот этот курок многие самокатчики знают вот этот вот его на солнечном свету принято свете почти не видно на дороге и вообще не ничего не видать вот смотрите он ну то есть его не хватает яркости и это как говорится многие подтверждают у нас будет сайт дисплей который будет настраивать 1 который будет дисплей отлично все видно вот плюс еще мы поставим вольтметр с ключом зажигания это в общем чтобы был ключ короче ребята смотрите обзоры от анатолий от вела мастеров новым а новой прокачки ультрона вот этого ребят пишите что вы хотели хотите спросить по этому поводу что вас интересует как чего а мы постараемся с анатолием ответить на то что сможем ответить на ваши вопросы и да ну а таких мелочах как будут заменены эти фары на на более толковые с нормальной обрезкой не слепящие тоже как говорится и гадалки не ходи они приобретены и ждут да так что до новых встреч анатолий пока запилим увидимся как минимум на ютубе да и на следующий слет да